Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня гостем нашей студии является отец Дмитрий, клирик Храма Софии Премудрости Божией. Человек очень интересный, хорошо образованный, широко эрудированный, очень приятный, а главное, полезный собеседник. И обсуждать мы будем сегодня проблемы, которые касаются каждого из нас, не только как врачей. Давайте в первую очередь поговорим с отцом Дмитрием о существовании человека вот в этом современном мире. И я тогда, с вашего позволения, уважаемые коллеги, начну для такой затравки дискуссии, ну, с каких-то собственных наблюдений, если позволите, отец Дмитрий. У каждого из нас есть мобильный телефон. Я врач. Если раздается звонок по телефону, то в 9 случаях из 10 это звонит пациент, которому плохо. Редко звонят поздравить с праздником и спросить, как дела. Значит, если кто-то звонит, это проблема. Этих звонков большинство. Звонят мне пациенты по поводу каких-то своих телесных неудобств, проблем телесных. Но последнее время, последние годы, а живу уже довольно давно и давно практикую, звонков не только связанных с телесными неудобствами стало больше. Звонков с жалобами на агрессивность внешней среды, на неудобство функционирования и взаимодействия с людьми, на обиды, на какие-то горечи. Иногда порой несправедливые по отношению к звонящему, как он говорит, или, как я считаю, несправедливые по отношению от звонящего. Отец Дмитрий. Ну вот человек в этом современном мире, вообще излучение вот этого современного мира довольно жесткое. В этом излучении деформируется характер, деформируется личность, уходят какие-то моменты, которые не должны были уходить. Но ведь это неправильно. И наверняка есть какие-то ориентиры нравственные. Вот я для себя их определяю как нравственные ориентиры. ориентиры, которых человек должен придерживаться. Не обязательно догматические, но душевно близкие и духовно близкие, на которые он должен ориентироваться, вот находясь вообще в социуме, взаимодействия с людьми, с семьей, с коллегами, с людьми на улице, в транспорте, в метро, с человеком, толкнувшим тебя локтем, когда ты выходишь там на какой-то остановке. Я замечаю прилив агрессии. Я замечаю эпизоды не то, что неуважения к другому человеку, холодности к другому человеку, возможности и делегирования себе таких возможностей, не принимать участие в судьбе другого человека, не откликаться на его беду, которая для него важная, а для тебя нет. Вот, поэтому, отец Дмитрий, русская православная церковь – это многовековая мудрость, накопленная, накопленная, которая является не противопоставлена этому миру, а которая должна способствовать формированию и существованию человека. Ваше мнение по этому поводу? Наталья Тович, спасибо вам за вопрос, а главное, за иллюстрацию к этому вопросу, которая всецело подходит и мне, и, наверное, многим священнослужителям, потому что нас тоже беспокоит, очно ли или заочно чаще всего по тем внутренним проблемам на стыке души и тела, духа и души, которые человека волнуют, и которые он не может сам разрешить. Да, самолечением кто-то занимается, но безуспешно приходит в состояние худшее, как и вы прекрасно это по практике знаете. Действительно, здесь еще хочу сказать, что у меня спектр, он своеобразен, потому что я вынужден в нескольких постасях трудиться, кроме священнослужения как такового, что является основной деятельностью. Мне приходится и преподавать, я преподаватель МГТУ имени Баумана, и выпускник этого вуза, мне приходится инспектировать православные выставки. Это тоже связано с определенным негативом, если можно так сказать, нарушениями каких-то правил, которые приходится исправлять или пресекать. Да, и одновременно я являюсь, что еще страшнее, студентом, магистрантом высшей школы экономики. И весь этот спектр, и действительно каждое сообщение на телефоне, и каждый вызов может быть окрашен действительно редко, когда позитивом. То есть, уважаемые коллеги, отец Дмитрий очень плотно погружен в этот мир, и плотность достаточно высокая, и большая благодарность, что среди всего этого графика вы нашли возможность побеседовать с нами. Спасибо, спасибо. Я с радостью согласился, потому что действительно мы единодушны во многих вопросах, и самое главное в вопросе нравственности. Действительно можно сказать, что от нравственности зависит, я не побоюсь этого слова, эффективность существования общества. Потому что минус на минус не дает плюс, минус на минус нас все глубже и глубже погружает. Дает два минуса. Да, дает два минуса. Боюсь, как бы не три, как бы не было здесь такой отрицательной геометрической прогрессии. И когда мы говорим о нравственности, то мы можем сказать, что вообще предписания нравственные, они раскиданы в очень разных источниках. Ближайшие к нам это кодексы государственные, законодательство государственное, которое запрещает нам то-то, диктует что-то другое, нарушения караются. У нас есть предписания более в раннем возрасте, нам данные нашими родителями, те или иные установки, что такое хорошо, что такое плохо. Страна большая, отец Дмитрий, и равномерность образования, воспитания, и интеллектуальной прослойки очень разная. И человек формируется в той среде, которая формируется. Это не его вина, это иногда его беда. Поэтому, наверное, должны быть какие-то основополагающие нормы, такой навигатор жизни, который помогает человеку, если нужно, подняться и идти дальше. Да? Безусловно, безусловно. И действительно, если мы к этим нормам, таким человеческим, того или иного уровня, примериваемся, то мы всегда можем сказать, исходя из нашего опыта или уровня образовательного, культурного. Но это не то, что обязательно. Это сказал тот или иной человек. Пусть те или иные люди приняли тот или иной закон, но я живу по своим законам, и в принципе, нарушая то или иное, я в определенной степени могу находиться в безопасности, если это нарушение не так уж великое. Законы пишутся людьми, и тут большой налет субъективизма, да? Да, это каждый может так себе думать. Объективные категории, да? Которые позволяют избежать ошибок субъективизма. Да, объективные категории могут находиться только вне нас, или, по крайней мере, отделены от нас, можно сказать, тысячелетиями, да? Не побоюсь этого слова сказать. То, что проверено временем. То, что проверено временем, и то, можно сказать, чем в конечном итоге жил мир несколько тысячелетий, понимая или не понимая этого, осознавая или не осознавая. Я бы, конечно, все-таки обратился к истокам, к тому, что мы все созданы Богом, да? И тот, который нас создал, вложил в нашу душу, вне зависимости от национальности, от вероисповедания, от прочих моментов, вложил в нашу душу какие-то нормы, которые не могут быть нарушены без вреда для нас самих. Мы должны отыскать эти нормы в нашей душе и не найдя обратиться к ним. Вы знаете, если душа чиста, а при таком уровне помех, который мы в современном мире видим, она с трудом бывает чиста. Да, у нас закрыты окна, но на проспект выходят, и даже при закрытых окнах у нас в комнате нахапливается пыль. Я живу на Садовом кольце, я знаю. А я служу на Софийской набережной. Поэтому, да, это проблема, это проблема. И действительно, человеку трудно отыскать эти ориентиры глубоко закопанным в его душе. Я даже не буду говорить про грехи, а про суету этого мира, про те заботы, которые, надо сказать, искривляют несколько нашу совесть, делают ее податливой. Вытесняют что-то. Вытесняют духовное, заменяют душевным, а чаще всего просто таким плотским на уровне выживания. И когда мы говорим о чем-то возвышенном, то мы можем обратиться к десяти заповедям, которым много тысячелетий данным пророку Моисея на горе Синайской, не оспаривается. Не слышал я, чтобы оспаривалась истинность Синайского законодательства, да, и на уровне культурном в том числе. И вот, когда мы на эти заповеди смотрим, а там действительно четыре заповеди такие обращены к человеку верующему, предписание для его жизни относительно почитания Бога, а шесть заповедей обращены к людям, окружающим нас. На эти заповеди никто не оспаривает действительно так, но обращаются ли к ним? Это другой вопрос. Ведь эти заповеди в таком примитивном виде я преподаю студентам, и на первой лекции у нас такой блиц происходит, когда мы, так сказать, нащупываем позиции, и я пытаюсь студентов попросить назвать несколько заповедей. Одну назвали, две назвали, три, рекорд — это четыре. Рекорд — это человек, которому я поставил экзамен автоматом, но я экзамены не принимаю. Вот. И вот этот рекорд говорит о том, что для нас эти понятия далеки. И надо сказать, что и в обществе мы не находим вообще пока что, несмотря на введение института проекторов по воспитательной работе, несмотря на усиление воспитательной работе в школе, несмотря на преподавание околорелигиозных предметов в четвертом классе по выбору школьников и их родителей, мы не находим того, чтобы эти компоненты активно внедрялись в нашу жизнь. Но эти аспекты деятельств воспитательные крайне бюрократизированы. Может быть, в этом кроется... Это безусловно. Это безусловно. Вот этот вот документ оборот, который влечет... Я вообще всегда говорю, что любая разумная мысль может быть смыта бумажной волной. Вот когда начинается вот эта учетно-отчетная документация по совершенно великолепно задуманным каким-то вещам, полезным для чего-то, в том числе воспитательной работой. Я не чую, что это и работа, и много ей занимался. Я понимаю, что бюрократизация выхолощивает суть. Противодействовать... Поскольку бюрократизация нормативная база, противодействует, сопротивляться... Ну, было бы неразумно тратить на это силы. Значит, нужно что-то еще, какие-то вот обращения, которые позволяют человеку все-таки быть погруженным вот в эту духовную, нравственную среду. Ну, это безусловно так, но я скажу действительно, что для того, чтобы поговорить о десяти заповедях или хотя бы о шести из них, которые полезно исполнять человеку, даже не считающему себя верующим, достаточно получаса, если это сконцентрировать в этом времени. Но, к сожалению, об этом не говорится, потому что у нас какие-то отвлеченные нравственные постулаты, которые не имеют под собой такого мощного основания многих тысячелетий. И получается, что беседа в суе проходит. Да, вот это очень важно. С чего бы мы начали? Беседовать о десяти заповедях. Вы знаете, ну, мы начнем, конечно, действительно с того, что в источниках сам творец, да, и поэтому это должно быть для нас первым приоритетом, да, как приоритет федерального законодательства над законодательством республик, да, и над прочими инструкциями, да, если мы говорим так немножечко юридическим языком. И десять заповедей, которых вот так много, а мы скажем, что в Ветхом Завете было еще шесть сотен таких заповедей, да, это десять самых ярко звучащих. В Новом Завете пусть не шесть сотен не вошло, но прибавили заповеди блаженства, во всяком случае все несколько сложнее, чем кажется. А с другой стороны проще, потому что мы читаем Евангелие, читаем Евангелие от Марка, кстати, рекомендую, потому что оно такое более сжатое, емкое для современного человека самое оно. Конспективное. Да, 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 и в то же время ничего не упущено значимого. И вот Евангелие от Марка спрашивают у Иисуса Христа, можно сказать у нового законодателя, пришедшего в этот мир. А какие заповеди-то главные? А он говорит, что весь закон, все законодательство, все, что вам предписано, заключается в двух заповедях любви. Любви к Богу и любви к ближнему. Вот. С чего мы, собственно, да, начали. Не подразумевая вот этот переход, я, собственно, вот вижу дефицит этой любви в обоих этих направлениях. Именно, 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 потому что это взаимосвязанное совершенно направление. Если ты любишь творца, то ты не будешь со скепсисом, с презрением, с ненавистью смотреть на его творение. То есть, одно без другого не будет. Одно без другого плоховато, но как-то осуществляется. Вы знаете, вот все-таки я тоже дерзнулся вспомнить советское время, когда все-таки было определенное уважение между людьми, уважение, в том числе, к старшему поколению. Я помню, как врачи над пациентами склонялись, меня вытянуло из моего, я не могу не вспомнить, и спасибо за шанс, из моего совершенно омерзительного состояния в области логопедии, картавления на все буквы, возможно, какие только есть, и прочие дефекты. врач, которая больше года со мной занималась так усердно, так внимательно, так подбирала методики и прочее, понимаете, и я не уникум. Так было, наверное, с половиной пациентов уж точно, если не больше. в отношении вас это была такая ручная работа? Это была ручная работа? Ручная работа, вы были вылеплены в то состояние, в котором мы с вами сегодня имеем честь наблюдать. Да, не моя заслуга и не от рождения. Ну, медицина, это вообще ручная работа, какая бы она медицина ни была, в каких направлениях, это, я всегда говорю, что медицина это штучная категория, она не выносится на площадь, она делается вот так напрямую между врач-пациент на доверительных, да, на доверительных спокойных отношениях. Поэтому ничего удивительного, что если с душой, да, подходит к своему делу и к своему пациенту, то человека, пренебрительно относящегося ко всему алфавиту, она сделана прекрасным полемистом и ордитом. На самом деле так, любовь, это такое, может быть, шаблонное выражение, любовь исцеляет. Это правда. То есть, особенно, если мы говорим с врачами, то можно сказать, что половина дела, ну, можно немножко процента снизить или даже повысить, да, половина дела, это любовь к тому, кто приходит к тебе. Несмотря на его обремененность с различными социальными недугами и проблемами, да, кроме обычных физиологических и так далее. То есть, вот самая главная любовь. И действительно, мы же в многомерном мире живем, врач-пациент это одна категория, но, простите, есть у врача коллеги, есть у врача начальство, есть у врача семья. Посмотрите, сколько любви нужно иметь одному человеку, находящемуся в этом мире. Можно иметь одну любовь, но дарить ее мужчины. Да, но действительно нужен источник любви, потому что на всех любви не хватит, можно так цинично выразиться. Как в мультфильме, да, лосенок маленький, на всех не хватит. Да, да, да. И, конечно, источник любви сам Бог, то есть, не заповедал Бог ничего, что нельзя было бы исполнить, потому что он сам помощник тому, кто пытается по этому пути идти. Вот это важнейший момент, да, понятно, что обращение к Богу формулируется в молитве, но сама эта формулировка только в нас. Нам не обязательны слова так или иначе обратиться к Богу, да, если мы дети своего создателя. Но обращение к Богу это внутренние монологи, в основном. Это внутренние монологи, да, к тому, Внешнее вербальное выражение, оно по отношению к внутреннему монологу вторично, да, вот ты демонстрируешь то, что да, ты, ну, в принципе, то, что внутри у тебя уже достаточно для того, что ты обратился. Именно так, именно так. Если мы говорим даже о философии, а не о религии, то интересно, да, вот философ, религиозный философ, но все же философ, Шлиермахер, говорит о том, что невозможно, чтобы вера, которая возникла в тебе, не формализовалась, не вербализовалась. И более того, не только не вербализовалась, но и не пошла искать себе подобных. не нашла себе некая общину, если можно так сказать, самому русскому смысле. Я бы не думал об этом, но в принципе да, да. Это интересно. То есть вера, это то, что выплескивается через край, да, и выходит в выражениях. Но на самом деле, действительно, обращение к тому, кто дает любовь, и кто ей сам любовь, вот это шаблонное выражение, но оно чисто евангельское, бог это любовь, да, оно нас обогащает совершенно несравнимо с тем, что еще в мире может нас обогатить. Это правда. То есть обращение к Творцу этого мира обогатит нас больше, чем сам этот мир, не исключая тех моментов культурных и душевных, которыми обогащает нас мир. Потому что действительно, это получается как, и я это говорю как священник, приходится вот на нескольких фронтах, да даже на одном фронте, если священник один на храм, в котором 300, 400, 500 прихожан, а так бывает, к сожалению, да, мы не пережили еще дефицит священнослужителей, который возник после, в послеверационные годы, да, в связи с тем, что у нас, извините, расстреляно только было больше 100 тысяч священнослужителей. Вот. И вот этот вот недостаток, соответственно, точно так же подрывает возможность общения с человеком, того, что ты можешь дать человеку, да, выхолощивает тебя. И если бы, если не молиться, если не обращаться к Богу, то, пожалуй, и пастырская деятельность, так близко стоящая с врачебной деятельностью, как помощника, и помощника в неприятных нуждах, неприятных проблемах. Какие-то все-таки параллели есть. Не могла бы быть осуществлена в полной мере, да. Поэтому параллель есть, и разве что к этой параллели можно приблизить, может быть, учителя. Может быть. Но насколько сейчас вкладывается учитель, все-таки учитель не имеет дела с жизнью и смертью, чаще всего, в отличие от врача и от священника. Учитель оказывает гигантское влияние на формирование личности, потому что он формирует ту среду, в которой эта личность развивается. Причем с самых малых лет, когда это еще податливая глина, из которой можно вылепить прекрасную статуи, а можно вылепить просто кому грязи. Извините за такие аналогии. Поэтому ту атмосферу, которую учитель создает, в ней семья, школа, допустим, семья, школа, учитель, дальше вуз, коллектив и общество. Это те ступени, которые формируют личность от ее начала до завершения. Которые должны быть ступенями. Но, к сожалению, мы видим провалы. Причем хорошо бы идти по ступенькам, аккуратно, действительно, в той последовательности, как вы изложили, но у нас либо все ступени провалены бывают, либо одна через одну приходится скакать человеку с неминуемыми потерями или отсутствием приобретения. И это тоже большая проблема современности. Если пропущено что-то на этом пути, то на следующей ступень трудно восстанавливать. Человек приходит деформирован духовно на ту ступень, где он мог прийти не то, что прямо гармонично, полноценно, нормально развитой личностью для того, чтобы существовать в социуме. Да. И это не только на взаимоотношениях с людьми, хотя в первую очередь нас это интересует, но и на профессиональном росте, на восприятии информации отражается, безусловно, к сожалению, но на дисциплине понятное дело, так как мы рассматриваем взаимоотношения с людьми. И это большая проблема. И действительно, видишь, что люди боятся поднять тему, которая выше всех тем, ссылаясь на светскость и прочие моменты, но ведь надо понимать, что светскость это всего лишь отсутствие религиозного диктата в области государственной политики и прочего. Большинство этих людей внутри-то эту проблему поднимают, они боятся продемонстрировать ее и свое отношение. При всех тому благоволениях в нынешнем законодательстве, что самое удивительное. да, это отголоски. Отголоски, отголоски, атовизму лучше скажем, да, тем самым языком биологии, как в нашем учебнике, уж не помню, в каком классе это было. Да, это отголоски, это отголоски того, что боялись люди сами себе, наверное, признаться, что они верующие. Я помню в 85-м году, когда учительница решила спросить, ребята, а кто у вас в классе верующий? Я себя к таковым не относил, даже не был крещеным, и одна девочка призналась, то ее стали так удивительнейшим образом позорить, что мне, человеку просто, ну, может быть, маломальски воспитанному было удивительно, какое-то, может быть, имеет отношение к общественному пространству. Позорить дети, одноклассники, или учительница, учительница, да, дети не поняли мотива. Потому что детский мир довольно жесток. Вы знаете, я не помню, чтобы тогда он был настолько жесток, как сейчас, к сожалению, это тоже момент отсутствия внимания. Это даже жестче, чем вот некоторые во взрослом состоянии взаимоотношения. Ну, потому что они не столь многоклеточны, то есть органик еще развивается, он еще не столь многоклеточен, и для него существует меньший спектр цветов. Двоичная система такая, но или единица. Да, бинарная оппозиция. Да, к сожалению, к сожалению, и не было ничего со стороны детей, потому что детям это было, видимо, просто непонятно и не принято, да, а вот, а со стороны учителя и вот эта странность, которая приводит к перепосам сейчас. Я сейчас встречаю тех же самых проекторов по воспитанию в вузах, поскольку я занимаю должность заместителя, председателя Московской апархиальной комиссии по работе с вузами со стороны церкви, то встречаясь с проекторами, видишь эти стопоры, хотя люди родились уже, ну, может быть, в конце 80-х годов, да, то есть, это молодые люди, которым нечего бояться, но настолько это где-то у нас в генах сидит опасение по отношению к религии, либо опасение, потому что мы не понимаем, что это, либо опасение, потому что мы не понимаем, а не будет ли нам что-то за это. Вот это ужасно. Потому что то же самое, если мы уже говорим слово про ректора по воспитательной, или руководителя воспитательной работы, но это карьерная ипостась, она подразумевает, а всякая карьера подразумевает способности сохранить и приумножить эту карьеру, поэтому, если что-то на взгляд человека выбивается или может помешать, оно тихо замалчивается или активно отвергается некоторыми. А воспитательной работой все-таки нужно заниматься изнутри от потребности. Не от потребности назначенного извне, а от потребности идущей внутри. Безусловно. И по-моему, тут роль церкви достаточно велика может быть. Тем более, она никоим образом не запрещается, она есть. Просто нужно привыкнуть и себя приучить к тому, что вот она есть и этим, извините за такой механистичность, инструментом для своего развития можно пользоваться. Именно так. Именно так. Можно пользоваться и пользоваться бесплатно, если можно так пошутить. Потому что, вы знаете, я думаю, что и для врача, и для священнослужителя девиз одинаковый должен быть. Это я себе когда-то в кредо жизненное поставил. Приносить пользу. Приносить пользу каждой в своем. Кто-то приносит пользу Не приносить вреда, в первую очередь. Не приносить вреда-то ладно, как говорится. Но, ноцер, не навреди. Да, но знаете, как тут два момента, как в священном писании сказано, был бы ты холоден или горяч, но как ты не холоден и не горяч, то ни на что не годишься, если так округлить выражение священного писания. Поэтому, конечно, все-таки приносить пользу, потому что в нуле можно барахтаться сколько угодно, если мы говорим не приносить вреда. мы скорее всего не избежим некоего вреда, к великому сожалению, потому что мы люди и мы несовершенны. Несовершенны не только профессионально, а и вот так вот духовно несовершенны. Но, я думаю, что если девиз такой у нас будет приносить пользу, то мы пользы существенно больше принесем, чем все те грехи, которые мы можем на этом пути совершить. Но, вы правильно сказали, навигатор, выражение начала нашей беседы. Да, если уж есть у нас такой навигатор, будь он с большой или буквой, или с маленькой, как те слова священного писания, которые записаны и которые могут быть для нас руководством для людей безрелигиозных на самом деле. Вполне себе. Ну, потому что вот мы смотрим с вами заповеди, да, почитай родителей, что в этом плохого и неправильного. Или даже почитай старших, не убивай. Ну, как будто сверхъестественно, хотя и, к сожалению, на каждом шагу нарушается, да, не кради. Ну, тоже совершенно нормально. Да, не завидуй. Вы понимаете, это заповеди, это, можно сказать, девизы самосохранения человечества. Не больше, не меньше. Вот если все начнут нарушать их, человечество в мгновение ока рассыпется. Если все будут соблюдать, рай наступит на земле. Без Бога, конечно, такой себе рай будет, да, но все же, все же, понимаете? Но обе эти крайности трудно себе представить, что либо все нарушают, все соблюдают. Может, этот баланс, который сейчас есть, просто можно сделать крен вот этих весов в сторону, так сказать, большего соблюдения. Вы знаете, ощущение, что мы сейчас очень сильно балансируем, очень сильно балансируем, да, и куда эти весы склонятся, в первую очередь, в душе каждого человека, а потом в обществе, а общество с коллектива начинается, нам нужно не забыть. А это очень сложный вопрос. И, ну, схватиться за этот якорь, который тысячелетиями вкопан и держится надежнейшим образом, никогда не поздно, с тем, чтобы тебя море этой какой-то ненависти, враждебности, конкурентности не унесло. Это очень важно на самом деле. Как это осознать человеку? С ним должно что-то произойти? Обращаются к этому, к Богу обращаются. Ну, как говорят, в окопах не бывает атеистов, да, когда у человека что-то происходит, вот он приходит, для того, чтобы вот в храм, чтобы задать вопрос, не знаю, получить ответ, поприсутствовать, побыть, подышать, посмотреть, или посидеть. Я, допустим, очень часто прихожу, какие-то надо о чем-то подумать, да, я захожу, сажусь вот куда-нибудь на скамеечку, в уголок, и для меня вот это, это вот обстановка, ситуация, вот это вот умиротворяющее изнутри позволяет на чем-то сраточиться, о чем-то подумать, поговорить, да, мысленно. Вот это очень благотворно. На меня, например, действуют люди разные, страна большая. Это правда, это правда. А тот пример, который вы относительно себя привели, да, то есть такое выражение в чинопоследовании Богу содействующим. То есть при содействии, и действительно даже подумать при содействии Божьим, как вы сказали, на лавочке в храме, да, уже весьма-весьма не бесполезно. Но даже без храма, вы понимаете, мы в культурном смысле очень отрезаны от того пласта, который содержится в Ветхом, Новом Завете, культурно, как мы не понимаем, что такое рабство и прочие моменты, ну ладно бы, на этом зацикливалось бы, да, но во всяком случае, мы почти не читаем, ну, не все, конечно, да, но половину, наверное, общества почти не читают, а во-вторых, мы не читаем то, что заставляет думать, а не развлекает. И поэтому просто прочтение каких-то выдержек, только с четким цитированием, да, из Ветхого, Нового Завета, каких-то глав, того самого Евангелия от Марка, который по количеству глав самое короткое, это то, что может нас настроить, с чем-то примирить, что-то разъяснить. Ну, а что не ясно, все же, надо сказать, что священнослужителей достаточно много, и доступность их не такова, какой она, степень недоступности их не такова, какой она была еще 30 лет назад, просто по количеству, да, особенно, что касается Москвы, все-таки в Москве достаточно много священнослужителей, и уровень образования священнослужителей по настоянию святейшего патриарха Кирилла постоянно повышается, вот, поэтому можно рассчитывать на квалифицированный ответ, и во всяком случае не потерять время зря в этом общении, что очень приятно, и действительно, можно об этом говорить с уверенностью. А в общем и целом, конечно, просто нужно не закидывать себя, освобождать какое-то время для мысли. Мы, знаете, можем немножечко так говорить о тех, кто сильно популяризован в области медицины, можно сказать, блогеры от медицины, но в то же время я вот одного такого назову человека, Андрея Курпатов, который в области психологии, психиатрии трудится и как-то популяризирует эту сферу. И, знаете, мне что понравилось? Я говорю о тех самых перерывах, о необходимости подумать, задуматься, прерваться вообще, из всех своих дел выпрыгнуть. И об этом говорит вообще заповедь. Шесть дней работы, седьмой день посвяти Господу Богу. Да, вот если мы говорим так, лихо. Это чисто практический совет. Это практический совет, но... Протвращающие эмоциональные выгорания от непрерывности существования. И это как минимум эмоциональное выгорание. Но, видите ли, как Курпатов искал интересную мысль. Это был Давос, это был такой бизнес-завтрак Сбера, если я насколько я правильно помню. И он интересный момент и высказал, что для того, чтобы мы могли что-то привнести в этот мир, что-то решить, нерешенное до нас, что-то новое, каким-то образом по-другому расположить себя в этой жизни и прочее, нам необходимо, опять же, могу чуть плюс-минус в минутах ошибаться, но порядка двадцати минут в день полного выключения из этого мира. Полного выключения. Да. Но, когда мы с ребятами беседуем... Встань в угол и не думай о белом медведе. Да, так. Или двадцать три минуты, может быть. Так. Но вы знаете, что интересно? Если мы с вами говорим... Где тот тумблер, который выключает? Вот тумблер. Тумблер, это только один. Молитва. Ну, вот так, если по-честному говорить. Да, потому что духовные практики, до них еще нужно дойти, дорасти до того, чтобы ты себя настолько сливался, так сказать, с абсолютом, что мог себя включить и выключить. А ты еще выключишь и не включишься. Вот. И поэтому нужно сказать, что интересный вот этот момент. Мы когда с ребятами говорим об этой заповеди, шесть дней работы, седьмой день посвятию Господу Богу. Я говорю, вы понимаете, вот полтора часа, вот эти 25 минут умножить на шесть, да, там 20 минут на шесть умножить, это время, по сути, дело богослужения. Простите за рекламу, но реально это то, что тебя должно выдергивать из этой жизни полностью. Там курят, здесь ладан. Там говорят на полурусском языке с примесью нецензурных выражений, здесь церковно-славянский язык, который близок и очень близок, но заставляет тебя задуматься, включиться, переключиться. Да. Вы правы, кстати. Там говорение, речитатив, отрывки какие-то, крики, здесь пение. Это тоже то, что не сопровождает нашу жизнь на самом деле, да. То есть, абсолютно все дано. То есть, тут человек колеблется при другой длине волны как-то, да, вот это. В любом случае, да, это полное переключение. Да, конечно, можем войти с телефоном, с ним не расставаться, как вот на самом деле. Некоторые из подъезда как по навигатору вот так и выходят, только это не тот навигатор. Не тот навигатор, не тот, да и тот иногда заводит, да, искусственный интеллект не всегда совпадает с нашим. Вот какие моменты, понимаете, то есть, вот эти полтора часа богослужения в неделю, они даже с точки зрения психологической, да, психофизической могут нас переключить. Ну, то есть, они помогут сохранить вот эту экологию души, да? Сохранить, а главное получить то, что нам необходимо для приумножения. Сохранить-то ладно, и то не получается. Приумножить ведь надо, потому что, если мы хотим быть полезными, мы должны отдавать. Врач не может не отдавать, не может не делиться, не может не воспринимать. он не должен вычерпать себя до дна. Конечно, конечно, поэтому вот это восполнение, оно совершенно необходимо, потому что, значит, ты будешь себя экономить принудительным образом, ты будешь угрюмом, ты будешь неласковым, и так далее, экономия на эмоциях, технология преобладает над гуманизмом. И можно понять, и можно понять, если неоткуда черпать. И вот эта вот технизация своего собственного существования, она не подразумевает эмоциональное включение в какие-то очень важные аспекты, за которыми, собственно, к тебе приходят. Да, да, да. Ко мне пациенты, к вам, прихожане. Они же для этого. Конечно, конечно. И вот этот кусочек теряется. Отец Дмитрий, могу ли я заручиться вашим обещаниям и согласием приходить к нам на беседы, с которой мы сегодня начали в развитии этих бесед поговорить, и я надеюсь о семье и браке. О семье и браке. Потому что на семье основывается общество. Мне очень понравилось, кстати, выражение, не знаю, принадлежит ли Эдментов человеку или нет, приписывают Маргарет Тэтчер. Такая мудрая женщина, решительная весьма. Она сказала, с моей точки, если это действительно, я просто вычитал кое-где. Она сказала, общество как такового не существует, есть только личности и их семьи. По-моему, по сути верно. Это неплохо, но антикоммунистично. Да. Почему я обратился к этому выражению? Потому что мне очень надоело слушать, что у нас есть народные массы, трудящаяся масса, нечто такое неоформленное, плавно тягучее. Ну, какой-то такой, да, холизм, да, неструктурированное, да, вроде как масса, несостоящая, но масса еще должна состоять. Если она состоит из личности, это уже не масса, да, это личности и их семьи. Вот на этот, выражаясь, серминском контингент, и нужно работать. Личность, семья – это личность. И в каждой семье каждый из этих личностей, да, это же лучики, которые распространяются, да, от человека к человеку. И я думаю, что говорить об этом, о семье и браке, может быть, поговорить о тех сейчас, ну, с моей точки зрения, тревожных явлениях современной действительности, которые навязываются нам как признаки, там, демократии какой-то, да, признаки, там, толерантности к чему-то, не будем сейчас говорить об этом, но мне кажется, за этим стоит такой медленно втекающий в нашу жизнь, и вот такое зло. Оно сначала маленькое, незаметное. Ну, это то самое расчеловечивание, а вы с этого начали, по сути дела, да, что процесс у нас, мы не только не становимся человеком в процессе воспитания и социализации, но мы становимся едва ли не античеловеком, да, и вот это вот колоссальная беда. Обезличивание личности. Да, обезличивание личности. Выхолощивание внутренней какой-то. Да, или преображение, но только со знаком минус. Вот. Отец Дмитрий, огромное спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Уважаемые коллеги, вот я уверен, что вы со мной согласитесь, что сегодняшняя беседа была очень интересной, насыщенной, она как бы вводит нас в весь тот спектр вопросов, проблем, предложений, решений, которые мы еще можем обсудить, можем обратиться к ним и, так сказать, нравственно поприсутствовать в них, впустить их в себя. И я думаю, что отец Дмитрий не откажет нам в любезности еще приходить к нам и беседовать, несмотря на свой плотнейший график. Это я беру на себя, я буду лично связывать с отцом Дмитрием, чтобы когда может, когда есть минуточка, приходил к нам и беседовал. По-моему, это очень полезно для нас с вами, для нашего существования, для наших семей, для наших детей, для жен, мужей, для родителей наших, которых мы безмерно почитаем. И если вы это сохраним мы в себе, мы можем делиться этим и с окружающими, и с нашими пациентами, и с родственниками пациентов. А я очень часто работаю с родственниками пациентов. И вот это все будет расходиться как вот такие хорошие круги по чистой воде, которые затрагивают все больше и больше людей, личностей, личностей и семей. Огромное спасибо. Спасибо, отец Дмитрий. Огромное спасибо. Будьте полезны. Всего доброго. До следующей встречи, уважаемые коллеги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова